Канаш строится, опасений нет. Как обстоят дела, на месте выяснял вместе с журналистами министр экономического развития и торговли Владимир Аврелькин. Напомним, 22 декабря 2017 года в рамках наблюдательного совета Фонда развития моногородов было принято решение о возобновлении финансирования Канаша. Работы по строительству объектов инфраструктуры ведутся полным ходом. Индустриальный парк возводят на окраине Канаша. Почти 380 квадратных метров приспособят для размещения новых производств. Строят будущую промышленную площадку буквально в поле, поэтому в первую очередь проводят коммуникации. Водоснабжение, водоведение, К2, К1. Все они здесь? Они положены уже? Вот здесь положены. Поэтому по этой ветке проложены. Предусмотрены здесь инженерные сети, локальные очистные сооружения и электроподстанции. На последнюю уже претендуют строящиеся заводы Канаша. Энергетики вносят последние изменения в проект, и на следующей неделе за дело возьмутся строители. Серьезная потребность в энергетике. Поэтому даже строящиеся заводы у нас забирают, которые сейчас уже есть, не эфемерные какие-то, а сейчас уже есть, почти всю энергетику, которая будет построена. Это 25 мегаватт. Барьером на пути строительства стали грунтовые воды. Их приходится откачивать из котлованов. Они же мешают завершить и дорогу, которая соединит технопарк с федеральной трассой А-151. К сожалению, мы планировали завершить сдачу объекта в эксплуатацию еще в 2017 году. Но поскольку в ходе исполнения дороги возникла сложность в плане пересечения русла речки, небольшого речка, то необходимо было внести изменения в корректировку проекта. Водопропускное сооружение обещают спроектировать до февраля. А пока нагрузку терпят канашские дороги. Вся грузовая техника до индустриального парка едет через город. На новую 4-х километровую дорогу Аниш выделили 156 миллионов рублей по программе финансирования моногородов. Почти в два раза больше средств. 320 миллионов направлено на реконструкцию очистных сооружений канаша. 90 миллионов – это основные строительные работы. В смете сидит 160 миллионов примерно до оборудования, которое придет после того, как завершим строительную ландажную работу. По графику ведутся сейчас монолитные работы, где заливаются вот эти чаши ванны, где будут стоги храняться. По технологиям очистки консультации дают специалисты биологических очистных сооружений. Их методики сегодня одни из самых передовых в республике. К лету планируют завершить все основные работы на объекте. Ирина Волкова, Александр Петров, Республика.